всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей сегодня мы будем с вами пересаживать гигантейки пересаживать переваливать вы поймете все это в процессе видео а почему я буду делать именно такую посадку в этот раз я покажу вам капельку позже и одна из девочек заметила что чуть позже это уже коронная фраза моего видео но потому что все сразу секреты открывать не хочется а хочется маленечко оставить для вас интригу и вот у нас гигантейка чудесная которая сидит еще в азиатском мхе не все орхидейки я пересадила в свой мох потому что но это просто невозможно это во первых во вторых я хотела все равно за ними понаблюдать и почему же я сейчас решила их маленечко пересадить и как пересадить и почему именно так вы конечно же узнаете вот она сидит в таком ужасном азиатском мхе я думаю вам видно но весь мох мы с вами потрошить не будем вот так снимем верхний слой этого мха вот он корешулька тут нарисовался и не один все вы знаете а кто не знает я скажу сейчас азиаты пересаживают орхидейки вот это когда-то был стаканчик 17 то есть орхидейка сидела в стаканчике 17 потом они его вынимают из этого стаканчика обкладывают другим мхом сверху и получается размер стаканчика 2 и 5 размеры 17 2 и 5 это не размер орхидеи а это размер стаканчика поэтому это всегда учитывайте при покупке орхидей так сейчас я вот так чуть-чуть совершенно уберу мох также от шеи чуть-чуть уберу здесь все таки вот иногда ногти то очень даже хорошо иметь я вам скажу так все этого вполне достаточно для наши посадки почему я так делаю чтобы не травмировать очень сильно орхидей куда сейчас будет очень много мусора но ничего страшного далее берем мы с вами вот такой вот стаканчик в котором как вы видите я наделала много дырочек и на дне и сбоку но сбоку сделала видите только на половину стаканчика то есть не весь стаканчик будет в дырочках и так что же мы с вами будем делать дальше а дальше мы с вами берем кору мелкую 1 и 3 фракция по моему или 1 и 1 и 3 до ребят вниз насыпаем чуть-чуть покрупнее из этой коры ну тут не получится прям вот совсем покрупнее дед попадаются вот такие кусочки но практически она все равно вся такая меленькая почему вниз покрупнее для того чтобы это было у нас как дренажик наподобие и теперь мы с вами берем нашу гиганты и ком маловато еще подступаем сейчас многие напишут большой горшок ничего небольшой ребята все тут вполне нормально устанавливаем орхидей q и вот сейчас бы нужно было прям вот знаете такая меленькая кора прям мелкая мелкая и обсыпаем ее с обеих сторон это очень крупный кусочек коры пересаживать мы с вами сегодня будем не одну орхидей q а примерно штучек 10 поэтому где-то как-то может что-то будет и по-другому кому интересно можете оставаться и посмотреть кто не подписан кстати подписывайтесь потому что уже не один раз говорила что смотрю по статистике что меня одни и те же люди смотрят но ну много много людей смотрит одних и тех же которые меня смотрят но на меня не подписаны ребятки вы какое-то время смотрите смотрите я у вас появляюсь а потом в один прекрасный момент вы меня потеряете и вот если вам все-таки нравится мои видео пожалуйста подписывайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропустить ни одного видео которое выходит у нас на канале и не забываем ставить лайк ребятам неприятно видеть от вас лайки это означает что вы меня смотрите что вам нравится что вы со мной что я не зря для вас это все показываю опять же посмотрела по статистике 60 процентов моих подписчиков просто меня смотрят и ну неужели ребятки так трудно остановиться и поставить лайк человеку который для вас старается для вас показывает все эти ролики даже многие девочки пишут лайк поставила смотрю а лайка нету вот как-то так обнаружила я вот такую функцию у себя что я могу посмотреть поставили вы лайк мне или нет ну так хочется лайк на честное слово и вот такая у нас посадка получилось как мы будем ее можно вот так даже маленечко вот видите посадка то получилось но очень много воздушных карманов она все равно это вся кора провалится поэтому можно чуть-чуть сразу помять чтобы все это дело утрамбовалась и сразу подсыпать корички еще воздушные карманы здесь все равно будут присутствовать так вот чем и хороши вот эти пластмассовые стаканчики потому что они такие податливые скажем когда ну вот сдвинули нашу красавицу тут с места спрячем этот корешочек который тут такой прекрасный и будем надеяться что он убежит в грунт они выбежат из грунта уж очень хочется но ничего страшного если убежит и здесь еще теперь положим коры ничего страшного что мы насыпаем ее под самый верх потому что шея должна чувствовать ребятки в азиатском все очень плохо растут орхидеи а тратить свой мох на драгоценный мох на орхидеи который еще не купили честно говорю не хочется но очень хочется чтобы они хорошо тронулись в рост а мог который у меня остался кстати очень мало уже на этот сезон до лета у нас еще долго я его просто берегу для вас для тех кто еще не успел не видел не знает увидит и захочет купить поэтому свой мох сейчас многие напишут о стоком хаты в него чего не сажаешь ребят берегу для вас поэтому не сажаю и шейка будет чувствовать орхидеи к шейка кору и будет к ней тянутся вот так подложу чтобы она особо не шаталась и чуть позже покажу что же у нас с вами будет за полив постараюсь не забыть показать вам это все чуть позже но полив будет обязательно для того чтобы вы поняли что я хочу всем этим сделать все таки так берем другую орхидейку сейчас ребят возьму чего-нибудь под мусор а то если сразу не убирать весь мусор можно утонуть в грязи так аккуратно вот так промеж дырочек просовываем палочку любую или то что вам удобно и освобождаем орхидейку уж очень быстро они пересыхают в этом мухе нет не очень нравится но и мне очень нравится уже видать этот мог поэтому я решила вот такой вот перевал очка и с добавлением коры их пересадить сильно тормошить их не буду из этой посадки любая из орхидей очень плохо переносит и получает большой стресс когда мы полностью освобождаем ее от грунта и кстати смотрите сверху мог был совсем сухой аж хрустел а вот внутри он еще влажный поэтому с поливом надо будет осторожно в своих условиях это все если у вас дома минус 18 так чешуйка ну ничего страшного я думаю корешки пробьются то поливать надо очень редко и замачиванием то есть замочили воду слили и долгое время не поливать свою орхидейку если у вас дома минус 18 если у вас дома плюс ай минус 18 ребята простите что я вам тут болтаю плюс 18 я думаю вы поняли да что я оговорилась а если у вас дома плюс 20 и выше тогда можно поливать почаще но все равно смотрите наблюдать за вашей посадочкой так берем опять стаканчик чуть чуть другой стаканчик тоже с дырочками также укладываем кору кстати кора 1 и 3 фракции она если вы заметили видите такие крупноватые кусочки и есть прям очень мелкие и вот на данный момент в эту посадку прям надо вот как можно мельче то есть и прям мелких мелких и покрупней кусочков сразу можно постукивать ставим предостаточно уже все у нас тут теперь берем поменьше нашу фракцию и с обеих сторон опять обсыпаем нашу красавицу стараемся сразу с обеих сторон обсыпать для того чтобы равномерно она у вас ровненько стояла чтобы одна сторона не перетягивала на другую и вот я не забыла не забыла показать вам почему же я стала это делать думаю что и гиганты и очень хорошо отреагирует на все на это во первых кора как ни крути все равно тоже замечательно действует на орхидеи почему я все свои посадки большинство своих посадок сажаю внизу мог а сверху у шеи делаю слой коры для того чтобы шея и и корешки которые от шейки полезут они полезут потому что листики растут шейка удлиняется и новые корешочки будут чувствовать кору они ее любят тоже и будут к ней тянуться уже мною ни разу не раз это замечено что орхидейки очень хорошо реагирует когда уши и именно кора многие боятся закрывать шею но зря вы это делаете просто ну зря боитесь просто надо с поливом быть осторожными в том плане то что не поливать прям вот знаете так плотно плотно возле шеи подкладываю сюда вот такие крупненькие кусочки под листики чтобы она у нас не болталась а плотно сидела потому что опять же орхидейка должна обязательно сидеть плотно в горшочке в той посадке в которой вы ее посадили для того чтобы чем плотнее сидит орхидейка им я имею ввиду не шатается в горшочке в посадке до тем быстрее начинают расти корешочки не знаю с чем это связано но это так вот такие вот получились у нас с вами здесь воздушные карманчики они все равно присутствуют и орхидейка замечательно сидит так как гигантейки любят попить мы им и оставляем так откуда у нас вылезла это гигантейка откуда вылезла ладно потом разберемся поэтому мы оставляем им тот первый слой мха в котором они когда-то сидели то есть в размере один ой господи не убила орхидею то нет ведь как плотно набит мох еще был бы мог хороший орхидеи бы реагировали очень хорошо а так как мог ужасный вот реально ребят ужасный азиатский мог именно вот этот в котором посажены гиганты и и вот видите слой один снимаем прям вот он снимается такой ощущение как будто садовник посадил эти орхидеи прям перед отправкой в этот мог потому что очень да не очень а нигде нету корешков в принципе и вот так снимаем но весь ребят весь мог не убираем он не очень с виду хороший но я вам скажу что он на запах не прелый не тухлый скажем тогда никаких вот прям каких-то таких вонючестей скажем так нету поэтому я не буду его полностью отсюда убирать еще раз скажу гиганты ики очень любят пить так и вот этот мог в котором мы не оставляем ей поможет не пересыхать и к вам они уже придут кто купит адаптированные вот этот листик наверное сейчас сниму сразу чтобы он не мешался блин ребят не принесла сегодня на склад этим щипчики они по мне как сегодня понадобились но я если честно у меня все происходит с бухты барахты я не собиралась ничего сегодня пересаживать если честно и вот раз и надумала вот появилась у меня такое настроение сегодня на пересадку у меня тут водичка отста делается хорошая чистая для орхидеи я уже в предыдущем видео коротко об этом сказала показала поэтому можете посмотреть кто не видел так выравниваем и со всех сторон обсыпаем видите как дрогается болтается и это плохо все выравниваем и засыпаем прям прям вот под самые листики под самую шею для того чтобы корешочки старались все-таки тянутся в грунт а не становились воздушными хотя если орхидейка хочет выпускать воздушные корни вы никак ее не остановите и она все равно это будет делать но по возможности можно вот так вот подсыпать сверху побольше единственное еще раз повторюсь осторожно делать полив не надо плюхать возле шеи воду а наливать по стеночки либо снизу так как у нас с вами дырочки здесь присутствуют я сделала их специально эти дырочки для того чтобы во-первых гиганты эти очень любят много воздуха а значит дырочки должны присутствовать так серединке карача сдуну думала и вот такие тоже тут у нас воздушные с вами кармашки может мы сразу тоже помнём чтобы она тут все получше уселась потому что она в любом случае все усядет орхидей к потом завалится под этот листик который видим что куда-то наклоняется опять подкладываем кусочек коры и под этот можно чтобы она у нас с вами плотненько куда-то упиралась и плотненько сидела так ну давайте не буду вас долго томить я покажу почему я стала делать эту пересадку а эту пересадку я стала делать ребятки именно вот эту орхидей куя месяца два назад показывала вам видео то что она была вот такая вот видите пятнышки это ничего страшного это пятнышки отеки и я не стал ее пересаживать говорю не буду я ее пока пересаживать потому что не знаю что с ней и я просто вот так вот обложила ее корой просто легенько чтобы она в этом горшочке не болталась посмотрите что происходит корни уже здесь сверху пробились через кору и если вы видите даже выбежал корешочек через дырочки внизу сейчас я попробую вам перевернуть и показать что творится внутри горшочка посмотрите какая красота и именно поэтому я решила все таки здесь вы видите что сверху нету коры я не стала ее укладывать потому что я наблюдала за этой орхидей ко мне не нравилась ее шея и я за ней наблюдала но пока она посидит именно в такой посадке у нас уже наросли здесь тоже вот такие замечательные раз корешочек два корешочек который уходит видите уже туда вовнутрь и сверху горшочка наросло много корешков это очень хорошо и здесь дырочки присутствуют внизу горшочек в горшочек и все прекрасно орхидейка растет и счастливая и теперь что мы будем с вами делать с этими орхидейками с этими дырочками берем второй стаканчик стаканчики 500 грамм но они формы чуть-чуть все разные пивные стаканы они продаются везде один у нас горшочек с вами с дырочками 2 без дырочек и мы ставим эту орхидейку в этот стаканчик так не подходит этот стаканчик он видите вытянутый а этот такой сейчас ребят найду другой стакан так берем другой стаканчик и ставим его сюда и у нас получается видите внизу есть небольшое пространство ставим вот так это для того чтобы было удобно поливать так ребят вот эта орхидейка видите как болтается поэтому нам надо с вами и тоже закрепить обязательно чтобы она никуда не прыгала откладываем ей кусочки коры все так этот у меня стаканчик из-под витамара ничего страшного и вот так вот мы с вами будем содержать наши орхидейки и вот здесь я уже минут двадцать назад залила орхидейку который надо сверху тоже подложить так коры побольше то что то я ее обидела так сейчас ребят на нужно делать все как положено не люблю оставлять на середине все эти дела здесь побольше бы кусочек просто и все подойдет и вот эту орхидейку я уже залила минут наверное 20 назад может 30 и сейчас просто берем вот так и сливаем всю лишнюю воду из этого стаканчика водичку в принципе мы с вами слили и оставляя и ставим обратно наш стаканчик и вот так вот орхидейка будет стоять он даже тут корешок видно смотрите даже будем наблюдать видите корешочек видать вот посмотрим как он тронется в рост или нет вот этим занятием я буду сегодня целый день заниматься на складе думаю что орхидейки очень хорошо отреагируют на эту посадку эти орхидейки я сейчас тоже залью водичкой ну а без вас уже пересажу все остальные думаю что смысл этой посадки и смысл полива вы поняли следующий полив будет по просыхание мха мха говорю господи привыкла по просыхание субстрата за этим буду наблюдать смотреть и ну не раньше недели а то и наверно двух потому что у меня очень жарко здесь ребят но вы видели что внутри мох остался у меня жарко но неделю две точно орхидеи после таких поливов могут находиться я посмотрю кора в принципе свежие еще да она не не впитывала в себя воду возможно она быстро высохнет но надо учитывать то что внутри мог и после просыхания не торопиться сразу ее поливать потому что вы сверху увидите что кора сухая а внутри не забывайте что у вас мог который еще не просох поэтому ориентируйтесь как я всегда вам говорю по листикам потрогали листики если они жесткие значит ой руки грязные значит не требуется еще никакого полива все можно понять по самочувствию листиков если листики уже прям теряют тургор возможно орхидейка уже хочет ваша пить ну посмотрим вот может и будем с вами следующий полив делать вместе все мои хорошие всем пока пока до новых встреч кто не подписался подписывайтесь ставьте лайки не забывайте мне очень приятно видеть от вас лайк всем пока пока